Мы сегодня поговорим о взаимодействии с людьми с инвалидностью по зрению, об инклюзивном взаимодействии на улице, в помещениях. И в первую очередь, чтобы понять, как взаимодействовать с людьми слабовидящими, с людьми с ограничением по зрению, нужно понимать, что у нас эта группа, во-первых, разделяется на незрячих или можно назвать слепыми, кому как удобно, и слабовидящие. Слепой человек – это человек, который не может читать с помощью любого увеличительного оборудования, то есть он не различает знаки, символы, буквы. Другие люди с инвалидностью по зрению называются слабовидящие. Как мы понимаем, что перед нами появился слепой или слабовидящий человек? По каким признакам? Ну, первое, он может идти в сопровождении, держаться за кого-то, за плечо или за руку. Слепой человек может передвигаться, да, с белой тростью, мы его распознаем по белой трости. Этот человек может быть в очень толстых очках, да, с очень толстыми линзами. Этот человек может быть в темных очках. Такой человек может пользоваться собакой-проводником, да, со специальной шлейкой, со специальным мошенником. Основные правила взаимодействия. Если мы поняли, что перед нами слепой или сильно слабовидящий человек, нужно подойти к нему и представиться, да, обязательно представиться. Если вы на работе, обязательно нужно искать должность. И для того, чтобы понятно было, что обращается именно к человеку с инвалидностью по зрению, лучше к нему прикоснуться между локтем и плечом к руке. Представляться лучше всего каждый раз, когда вы взаимодействуете со слепым или сильно слабовидящим человеком, потому что, правда, когда много людей, много информации, иногда маму родную не узнаешь по голосу. После того, как мы представились, можно спросить, да, нуждается ли человек в помощи и какая ему помощь нужна, да. Некоторые люди не нуждаются в помощи ни в помещениях, ни на улице, довольно самостоятельные, и сами понимают, как решать свои задачи. Вот, если человек попросил о помощи, да, чаще всего это проводить, сопроводить куда-то, то мы начинаем сопровождение, мы берем руку человека и кладем его себе или на локоть, или на плечо. И человек обязательно идет за нами. И он понимает, да, слабовидящий или слепой человек понимает по руке, куда следовать, как меняется рельеф и так далее. Можно комментировать повороты налево, направо, перед вами будут ступеньки, ступеньки вверх, ступеньки вниз. Количество ступенек не обязательно считать, может говорить, что эскалатор, заходим в лифт. Хорошо, если вы руку, человек с инвалидностью по зрению, свободную руку, да, кладете на перила лестницы, прежде чем он начнет подниматься, это добавляет уверенности у меня в передвижении. Если мы сопроводили человека до какой-то точки, мы предлагаем ему присесть. И когда мы предлагаем ему присесть, мы берем руку слепого, слабовидящего человека и кладем ее на сидение. Показываем, во-первых, само сидение рукой и затем показываем спинку, чтобы он наоборот не сел. И человек присаживается. И в этот момент очень важно, если мы куда-то уходим, для слепого, слабовидящего человека, важно сказать, какое будет дальнейшее действие с ним, кто подойдет, через какое время и какие будут дальнейшие действия. Можно оставить свой контакт, если вы на работе, да, оставить свой телефон. И чтобы человек слепой, слабовидящий мог понимать, с кем он будет дальше контактировать и каким образом. При взаимодействии со слепыми, со слабовидящими, особенно, да я думаю, что со всеми, особенно важно это с девушками, если человек пришел к вам в организацию, в аэропорт, транспортный узел, хорошо предложить человеку воспользоваться санитарной комнатой, туалетом. Также в санузле, если вы сопровождаете санузел, можно предложить сориентироваться, потому что в современных санузлах, особенно для которых предназначены для людей с инвалидностью, очень сложно понять, да, как вот современные конструкторы соорганизовали подачу бумаги автоматически эти кнопки. Если вы помогаете человеку с питанием, то обязательно комментируйте, что у него на столе, где это находится. Вы можете взять его руку и рукой показать, где находится стакан, тарелка, ложки, вилки. Можете также использовать систему циферблата, чтобы объяснить, в каком месте находится стакан, тарелка, вилки, ложки. Человек с инвалидностью по зрению, да, те, кто пользуются белой тростью, они в сопровождении пользуются белой тростью, потому что с ней он идет увереннее, это первое. И второй очень важный момент, если сопровождать человека с белой тростью, те люди, которые идут навстречу, они понимают, что этот человек не видит, и они могут отойти. Важное правило, когда вы перемещаете человека в транспорте, в движущемся, как только вы попали в движущийся транспорт, или транспорт, который начнет двигаться, обязательно надо пользоваться правилом трех точек, для того, чтобы можно было, да, в движении держать баланс. Когда вы разговариваете с инвалидом по зрению, да, который пришел к вам в сопровождении, старайтесь разговаривать с ним, не сопровождающим, потому что люди с инвалидностью по зрению иногда обижаются, да. И собака-проводник, тоже важный элемент, друг, человек с инвалидностью по зрению, и, во-первых, не надо тискать, не надо там чесать. Люди с инвалидностью по зрению, те, у кого есть эти собаки, они немножко обижаются, когда их называют собакой-поводырь, они называют, просят называть собакой-проводник, да. Типичные ошибки – это когда человек с инвалидностью пытается толкать вперед себя, да, идти. Также типичная ошибка – это когда человека в транспорт сажают, тоже толкая вперед. Говорят, не бойся, шагай, да, тоже страшный момент для слепого человека. Типичная ошибка, когда подводят к сидению, к сидению, к креслу, к стулу, спиной, и толкают, и говорят, сидись, не бойся. Дальше типичная ошибка. Для людей с инвалидностью по зрению трость становится частью тела, как продолжение руки, ну, можно сказать, что это метафора глаза. И вот подходишь к перекрестку, он подходит к перекрестку, и, допустим, подходит бабушка, да, хватает тебя за руку с тростью, и говорит, милок, вон туда тебе найти, и начинает трясти, это рукой и тростью. Это то же самое, что из зрячего человека взять за голову и за глаз, и начать трясти, и показывать, вон туда, смотри, да, вот туда смотри. А ты же, тебе надо потрогать, куда вступать, тебе само убедиться, и поэтому тебе вот эта рука с тростью, она нужна. Вот, поэтому это тоже типичная ошибка. И плюс лево-право, да, лево-право, когда навстречу тебе идет человек, он видит, что тебе надо какой-то предмет обойти, он говорит, обходись слева. Обходись слева, да, тут препятствия, обходись слева. И чаще всего люди говорят про лево, про свое, да, про свое лево. Лучше проговаривают, что слева по ходу вашего движения. Людям без инвалидности трудно, правда, трудно, особенно в первый раз взаимодействовать с инвалидом и с инвалидом по зрению. Вот, и поэтому мы стараемся облегчить это взаимодействие. Если мы разговариваем с человеком без инвалидности, то мы стараемся объяснять правила, как с нами взаимодействовать. Дальше, вот как такой простой пример, если я иду по остановке с тростью, да, если я иду по остановке с тростью, я стараюсь этой тростью как можно громче издавать звук, ну, проще говоря, обринчать по асфальту. Почему? Потому что человек на остановке, допустим, стоит спиной, да, стоит спиной, он не видит же, да, что я иду. Чем быстрее люди поймут, что вы слепой, заметят, тем проще для них будет организовать, подумать, как с вами взаимодействовать. Это очень важный момент, и мы стараемся обучать всех слепых людей, слепых, слабовидящих, чтобы они думали о прохожих. Да, еще важный факт, как облегчить взаимодействие в таких местах, как аэропорт, вокзалы, где большое скопление народу, если есть возможность, да, мы стараемся пользоваться сопровождением, не потому что я там не дойду, а потому что так проще людям без инвалидности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова